здравствуйте дорогие друзья ну добрались мы с вами до пятницы ничего не успеваем столько материалов по этой недельной главе как говорится что успели то успели есть вещи между которых точнее мимо которых пройти почти невозможно в этой главе когда давайте вспомним еще ситуацию чуть раньше когда лаван догнал все-таки якова который ушел со своими женами и детьми и яковому сказал что что ты хочешь все мои здесь ничего твоего нету лаван говорит потрясающие слова выслушал внимательно аргументацию все понял говорит твои сыновья мои сыновья твой скот мой скот это слова лавана и вот антисемитизм проявляется по-разному мере кому-то нужна наша жизнь кто-то хочет нас убить кто-то хочет забрать имущество какая разница неважно что ты скажешь что ты будешь объяснять ты не будешь говорить что на тебя напали что здесь враги так и так далее украл и они давно привыкли к потому что антисемиты видят еврейские козни в любом политическом и общественном явлении любом событии даже не имеющим никакого отношения к евреям к израилю будь то какая-то самурайская атака там на башне близнецы или падение цен на нефть все евреи в 1997 году в египетском городе луксоре было убито 62 иностранных туристов ни одного еврея среди них не было одного из лидеров местных исламистов спросили почему объектом их диверсии стала туристическая отрасль их страны и тот говорит что туристы это мерзость это средства с помощью которой завез же еврейки распространяют в египте проституцию и спид все поэтому даже когда нам протягивать руку дружбы все руководители израиля знают и должны проявлять величайшую осторожность и устанавливать границы допустимого компромисса звучит пессимистично но так нас учит еврейская история или по крайней мере должна научить и такие реалии нашего бытия все же ситуации не безнадежны свидетельство тому глубокая символика ночного поединка якого с ангелом-хранителем и сау у якого выдвинул вывихнуто бедро на первые лучи солнца исцеляют эту травму вывиха как бы и не было написано что то же самое произойдет в мире клинический вывих вот этого массового сознания мучивший нас на протяжении всех эпох он уйдет наступит день написал пророк захария когда бог будет имя его будут едины и все в мире станет на свои места верится с трудом но так будет обязательно будет и любавческий рыбе говорил главные слова которые мы должны всегда помнить о том насколько важно думать что все будет хорошо мы приблизились к шабату пожалуй ни один еврейский закон не вызывает столько споров протестов там как шаббат что за день такой нельзя ездить нельзя писать тогда это нельзя нельзя кошмар так говорят люди которые не постигли шабата не понимают возмышленную атмосферу этого дня человека выводит это из карусели повседневных забот в особую сферу духа бог понимал что без этого дня мы станем как животные что скажет например борцы с религиозным принуждением если кто-то пожалуется на популярную игру футбол какая ужасная футбол игра нельзя руками хватать мяч нельзя там побежать вдоль поля выйти из поля забежать опять нельзя бежать мячом под мышкой нельзя это нельзя 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 кошмар но ведь именно эта игра вот и такие правила делает футбол такой захватывающий если мне было если были другие правила это уже не баскетбол не футбол не слушали футбол а какая-то другая игра но если правило формирует футбол то может ли шаббат обойтись без правил шаббат без правил это не шаббат вы взяли ровторучку записали несколько слов атмосфера возвышенности и радости уходит суббота не случайно включена в заповеди наряду с такими как бесспорными как не убей там и так далее она краеугольный камень иудаизма если хотите вывеска еврея его отличительный знак вообще если сняли вывеска сеть вообще не соблюдается шаббат считайте что уже есть проблема поэтому выделите одну секунду шаббат если вы его это вообще пока не соблюдаете выделите одну минуту сделайте какое-то действие отличите шаббат от всех дней и тогда вы хотя бы маленький маленьким шажком вы зайдете на территорию бога а на этой территории лучше чем на территории вот здесь брахава от слаха хорошего шаббата всего самого-самого лучшего